Боевики снизили активность в зоне АТО, незначительные обстрелы были зафиксированы на Донецком направлении, запрещенное вооружение наемники не применяли и сегодня стали известны подробности недавних боев в районе поселка Каменка, неподалеку от Авдеевки. Детали об этом расскажет Геннадий Вивденко. Сначала противник использовал спецназовцев, около 20 боевиков получили отпор, тогда враг задействовал танки и тяжелую артиллерию. Боец демонстрирует разрушительную силу вражеского танкового снаряда. Работал танчик, это он, получается, работал с верхнего лэпа, вот это был выстрел, он оторвал там две комнаты, разбил здание, прошел через этот весь дом, и в третьем доме уже разбился сам снаряд. Прошел три здания, прошил. Вот там находится Донецкая фильтровальная станция, которая поставляет воду в Авдеевку. Нашим туда стрелять нельзя, зато этим активно пользуются боевики и ведут огонь из артиллерии оттуда. Наемники успели там окопаться. Появилась угроза, что они смогут взять в полукольцо украинские войска в этом районе. Несколько дней наши пехотинцы и минометчики буквально выдавливали врага из его позиций. Довольно серьезные силы были кинуты. В районе Каменки, они отступили, и на данный момент мы контролируем, получается, эту территорию на 100%. То есть ДРГ их противник уже не может пройти в направлении. Противник был оттуда выбит, понес потери. По некоторым данным, это где-то от 10 до 12 человек убитыми. Было подбито БМП, и танк тоже остановили, танк остановили, но не смогли его полностью, говорится, уничтожить. Военные показывают захваченные трофеи. Сухпайок российского производства, причем произведенный недавно. Говядина тушеная, это все, видите, посечено осколками. 2016 год, армейские галеты. Донской табак, сигареты. К сожалению, в ходе боев вблизи Каменки один украинский боец погиб, 9 ранены. Сейчас пехота противника не атакует. Однако хорошо слышно, как на той стороне передвигается вражеская бронетехника. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.